Всем большой привет! Меня зовут Камила, вы находитесь на канале о вязании. Сегодня я хотела бы ввести в свой канал новую рубрику, в котором я просто буду делиться своими мыслями. Они будут о вязании, обязательно, конечно, но в то же время я хочу отойти немножко от формата обычных мастер-классов и хочу просто наладить с вами, со своими подписчиками, такой добрый человеческий контакт, чтобы вы знали, кто ведет этот блог, чем я живу, какие у меня мысли и так далее. Несмотря на то, что я вот решила немножко-немножко переориентироваться вот именно в формате видео, мастер-классы, они остаются. Как раз сейчас вот готовится новый мастер-класс. Это будет очередная сумочка. Он уже готов, осталось только сделать монтаж. Вот поэтому ничто никуда не уходит. Все уроки, надеюсь, очень понятные для вас, остаются на своем месте. Но и этот формат я бы хотела тоже ввести. То есть немножко такой вязальный блог будет у меня. Нужно сказать, во-первых, о том, почему я вообще на это решилась, что меня сподвигло на такой формат. Я считаю, что всему виной наш карантин, который у нас длится уже третий месяц. И я думаю, что кризис наступил не только во всем мире глобально, но кризис наступил у многих людей персонально. Я тоже не стала исключением. У меня сейчас полное, абсолютно полное распутье по поводу того, чем я хочу заниматься, что я хочу вязать. Потому что если, допустим, посмотреть на мой творческий блог в инстаграме, то там идет абсолютно полная разрозненность из-за того, что я хочу делать все вместе. То есть, да, я являюсь производителем пряжи, и главной моей задачей является продвижение трикотажной пряжи в своей стране, да и вообще, в принципе, в мире. И она от меня никуда не денется. Я, конечно же, буду из нее вязать. Из нее получаются очень классные фактурные изделия, особенно если рука набита хорошо, особенно если ты, как бы уже, можно сказать, не побоюсь этого слова, мастер в этом деле. Конечно, это приносит тебе большое удовольствие. Но дело в том, что правило инстаграма говорит о том, что нужно остановиться на чем-то одном, ну на двух. Да, например, корзины и ковры, или там сумки, или только тапочки, или, ну вот, нужно как-то определиться. Я определиться не могу, я честно вам скажу. И поэтому я немножко такая отошла в сторону, решила, ну, за всем этим процессом наблюдать со стороны. Ну, на что я буду обращать внимание, я не знаю, честно. Возможно, я буду обращать внимание на то, на что идет больше спрос. Возможно, я буду обращать внимание на какие-то ваши, количество ваших реакций, там, лайки, комментарии и так далее. Я сейчас, честно, не знаю, что мне делать с самой собой. Потому что вязать одни лишь корзинки, например, ну, мне неинтересно. Я хочу вязать все, причем меня бросает настолько кардинально в разные стороны, что сегодня я могу вязать ковер 2 метра в диаметре, ну, в диаметре, окей. А завтра я буду вязать ему микроскопического мишку и, опять же, буду сидеть в полном непонимании, что мне дальше с этим делать. Вот. И вот из-за этого экзистенциального кризиса, можно сказать, я вообще решила просто отойти в сторону и заняться каким-то более успокаивающим вязанием. Как я тогда думала. Но оно, ну, как бы, далеко не успокаивает меня, оно не дает мне сейчас покоя. Я иногда сплю и вижу, как я вяжу это. И, как ни странно, это то, с чего обычно начинают все вязальщицы. А я вот только через столько лет пришла к этому. Это вязание игрушек. Не знаю, мои дети выросли, в принципе. Ну, как выросли старшие 11, младшие 6. Младшая, она еще так более-менее интересуется игрушками, но уже как-то все. Ее больше там привлекает что-то такое, там, типа, быть блогером, что-то там рисовать, танцевать. Ну, то есть, она в свое свободное время, она уже не тратит на такие игры, ну, типа, с игрушками. Старшая, она у меня вообще никогда с игрушками не играла. То есть, ей было интереснее что-то связанное с рисованием, вот, с рукоделием. Она вот постоянно вот что-то делает. Ну, и, конечно же, конечно же, обе постоянно втыкают в телефон. Особенно вот сейчас на карантине стало ужасно, просто невыносимо с этим телефоном, потому что вижу, как мои дети немножко, ну, типа, деградируют. Но, с другой стороны, что еще делать в четырех стенах? Тем более, что мы живем в квартире. У нас нету даже возможности, там, выйти во дворик какой-то и там просто, ну, как бы погулять. Так вот, я игрушки, в принципе, вязала, как сказать, вязала по наитию. То есть, я примерно понимала, как там, что надо связать туловка, там надо связать головку, потом нужно связать конечности, как-то их там пришить, что-то изобразить на мордочке, ушки, там, хвостик, все. То есть, в принципе, нормально получалось у меня. Вот, например, такое фото. Я эти игрушки уже давно делала, я не знаю, может быть, года два или три назад. Также у меня была попытка вязать из трикотажной пряжи тонкой нарезки. В принципе, у меня все получилось. Единственное, что, да, трикотажная пряжа, она все-таки такой грубый материал, и больше она подходит для каких-то, ну, таких других вещей. Вот, поэтому, почему меня вообще накрыло этим, я честно не могу сказать. Но я часто смотрела на всякие игрушки и профили, где эти игрушки живут. И вот что-то меня вдохновляло. Я не знаю, что конкретно. Возможно, вот эта вот волшебная какая-то атмосфера. Ну, именно те профили, я говорю о тех профилях, где все продумано. То есть, это продающие фотографии, за которые цепляется глаз. Там не только вот моя мишка, вот столько-то сантиметров рост, вот столько-то сантиметров, там, я не знаю, глаз. Простите. 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 То есть, не анатомически вывязанные части тела. Из мордочки, скажем так, только глаза, которые расположены, ну, вот примерно на вот этих вот местах. И ниточка, и там обозначен ротик и носик. Но они настолько вот были для меня клевыми и классными, что я ужасно вдохновилась. Где-то в прошлом году еще я купила мастер-класс по оленю. И вот олежек у меня получился по мастер-классу. Потом я связала сама лисенка. Ну, как бы я умею вязать, что тут мудрить. Просто мне хотелось понять, да, вот эта вот магия, как она совершается, что получается такая игрушка. Вот. Потом прошло много времени. И вот наступил, значит, вот этот вот у нас коронавирус. И я решила, что я хочу что-то вязать. И первое, что я связала, это вот такую вот масечку. Это овечка. Что мне нравится в игрушках Марины, по ее мастер-классу. Это моя игрушка. Это не игрушка Марины. По ее мастер-классу это вот эти вот косолапенькие ножки. Вот. Такая вот овечка у меня получилась. У нее поворачивается голова. Она поворачивается на 360 градусов. Ну, не буду ее вертеть, потому что она здесь бантик. Вязала я ее довольно-таки быстро. И она вот, она самая мягкая игрушка на данный момент, которая у меня есть. Потому что потом меня почему-то торкнуло, и я начала игрушки очень туго набивать. Думая о том, что все-таки эти игрушки не должны быть игровыми прям. Ну, то есть на 100% игровыми. Это, скорее всего, декор детской комнаты. Это создание настроения. Ну, или, если хотите, это кусок искусства. Как говорят англоязычные товарищи, то есть piece of art, кусок искусства. Вот. Поэтому вот такая вот у меня малышка связалась в самую первую очередь. И буквально сразу же, сразу же, сразу же я из-за того, что, видимо, я интересовалась игрушками, мне инстаграм подкинул рекомендацию, что, мол, у одной девочки в профиле проходит марафон бесплатный по вязанию вот такого бычка. Вот. В сравнении. В сравнении, да. Он маленький, то есть совершенно, он может быть 10 сантиметров в высоту. И, скажу честно, вот его я вязала намного, как сказать, нервнее, потому что после трикотажной пряжи, конечно, мне вот такие вот малякуськи. Это было что-то, короче, непонятное для меня. Вот. Одна девушка, я хочу упомянуть ее имя, потому что все-таки это ее мастер-класс. Ее зовут Юлия Стименко. Вот. Или, может быть, Юлия Стименко. Я извиняюсь, если я неправильно говорю. Вот такого бычка я связала, ну, как бы, бесплатно. Не то, чтобы я, ну, полностью пересмотрела, ну, как бы, свои скилзы по вязанию игрушек. Ну, просто это был очень прикольный опыт для того, чтобы, ну, как-то дальше продвинуться. Вот. Вот такой бычок. Он немножко у меня такой, ну, не злой, но какой-то такой нотый. Блин, я не хочу говорить по-английски, но он вот такой. Я не знаю, как это по-русски слово перевести. Вот. Он такой немножко у нас с характером. Вот. И потом я вот что-то пошла по профилю Юли. У нее очень милые игрушки, на самом деле. И она продает свои мастер-классы уже платно. Делать нечего. Мастер-класс стоит не так дорого, чтобы там, ну, типа, сидеть и со мной заморачиваться. Хотя вот такой вот формат игрушки, имеется в виду, вы с такими вот кривенькими ножками, с таким вот толстеньким пузиком, цельно вязаная, да. Они меня устраивали. Кстати, у этого бычка тоже поворачивается голова. Вот. Они меня устраивали. Я уже думаю, ой, я сейчас сяду, понаделаю своих вариантов. Но почему-то, я не знаю, почему-то я решила связать еще по уроку Юли еще медвежонкам. И таким образом у меня родился вот этот вот славный Миш. Посмотрите, какой он... Я просто не могу на него смотреть без умиления. Невозможно классный. Одежда у него снимается. Здесь у нас две микроскопические пуговки. Так, и вот здесь я хочу поподробнее рассказать. Я вязала его из пряжи YarnArt джинс. Но вы видите здесь вот этот пушок. Его я добилась с помощью добавления Кидмахера. Не знаю, какой марки. Вот, честно, уже не помню, потому что покупала его 100 лет тому назад. И этикетку я просто... Ну, я не знаю, куда это делала. Вот этот костюмчик у меня связан из Alize Cotton Gold. Так, вот это все снимается. То есть, если ваш ребеночек будет играть с этой игрушкой, он сможет какой-то интерактив с ней производить. Давайте хорошенько рассмотрим. Это, ну, не реклама мастер-класса Юли, хотя действительно у нее очень все доступно и понятно. Но посмотрите, какая прелесть уходит. Для меня это... Пардон. Для меня это, ну, просто какой-то вот идеал мимичности. Посмотрите на эти косолапенькие ножки, у которых, кстати, появились уже стопы. Также вот я немножко изменила ручку, потому что у Юли там, ну, просто как бы вяжется... Короче, нету вот этого кулачка. Мне его очень хотелось сделать. И именно из этого кулачка я начала думать, как бы мне вот эту вот ручку связать в форме анатомической руки животного. Но это я решила делать уже на следующем медведе. Вот. И вот после того, как я начала вязать следующего медведя, я поняла, что меня захлестнула какая-то мишка-мания. И я хочу вот вязать медведиков. Самый первый мой мишка мастер-классу, который меня более-менее устроил, это вот этот. Я еще... Я не знаю, как его зовут, но я считаю, что он невозможно миленький. Вот. Еще раз посмотрите. Вот. И все. Потом я, как бы, думаю, ну, хорошо, все. Я получила достаточно, примерно, знаний таких теоретических. И я хочу связать что-то свое. Поэтому я связала другого мишку по типу, то есть порода этого медведя, русский медведь. Вот. Что здесь у нас? Здесь он у нас носит такой горчичный. Даже... Ну, это плащом нельзя назвать. Ну, такой... Какой-то пальтишко, да, можно сказать. Вот. Вот оно тоже снимается. И при нами предстает вот такой вот пухляж. Вязала я его из пехорка монгольский верблюд. То есть и вот эта часть тоже. И крючком номер два. Поэтому он у меня вышел довольно-таки пухлым мальчиком. Вот. И, как вы видите, у нас уже здесь идет анатомическая ручка. То есть у него есть кулачок, у него есть локоток. И выглядит это уже более, ну, скажем так, правдоподобно, что ли. Плюс я здесь вязала другой цвет для того, чтобы обозначить мордочку. Давайте поближе вам покажу мишку. Вот он, какой красавец. Вязать из монгольского вербуда мне понравилось. Несмотря на то, что у нее есть ярко выраженный такой запах шерсти. Все равно, ну, прикольно получается. И вяжется довольно-таки легко. Вот. Вот такой миш. Я решила сразу, что все мои мишки будут с одеждой, которую можно снимать и одевать на них. Надевать на них. И его одежка это вот этот вот анорак. Я его так хочу называть. Вот. Такой хороший пупусь. У него тоже вертится голова в разные стороны. Ну, и такое вот уже по мордочке видно, что я не хочу, чтобы мои игрушки были сильно похожи на игрушки Юли. И я решила, что глазки я буду тоже делать немножко-немножко на другой высоте и на другом расстоянии друг от друга. Вот. Дальше что у нас случилось? Дальше у меня случился другой инсайд, что... Окей, я хочу, чтобы мои игрушки были максимально похожи на тех тедиков, которые у нас идут в его классическом значении. То есть я хочу лохматенького мишку, якобы сделанного из... Я взяла и связала вот этого невозможно классного мальчика. У меня пока что все мальчики идут, не знаю почему. Скоро, возможно, я дойду до девочки. Да, я точно дойду, вы сейчас увидите дальше. У меня он связан из пряжи хлопок-травка, Comtex фирма. Ну что могу сказать? Ужасно-ужасно я мучилась с этой пряжей, потому что она состоит из двух нитей. И она, одна из этих нитей, полиэфир, по-моему, или полиэстер, сейчас уже не помню. Одна из этих нитей, она такая вся подвижная, гладкая, не дающая с собой работать. Ну, в общем, было очень тяжело. Но результат меня очень сильно порадовал. То есть, вот этот ниш, посмотрите, вот у него ушки. Можно их, ну, как бы и так, и так. Мне нравится, когда они более такие сложенные, а тут хопа, и сюрприз. Вот, у него такого же типа ножки, то есть они косолапенькие, мне нравятся. Ручки я тоже связала анатомически. Сейчас мы попробуем его раздеть. Я специально подобрала ему свитер, который я связала просто на чулочных спицах в круговую из неприметного нейтрального цвета. И он довольно-таки маленький. Почему? Потому что я хочу, чтобы было видно его фактуру, его шерсть. Вот он в голеньком состоянии у нас. Я его вот такой вот пуходеркой подчесала, чтобы он стал у нас совсем пушистым. То есть, изначально, когда вы вяжете из этой пряжи, она не такая пушистая. То есть, эта пушистая достигается именно путем вот этого вычесывания. Такую пуходерку можно купить в любом зоомагазине. Она, по-моему, какие-то совершенно небольшие деньги стоит. Вот, и так своих игрушек подчесываю. Вот такой вот хорошенький зайка, то есть мишка. У него тоже крутится голова. И его лицо уже, ну, вот вообще похоже на очень такого классического мишуна. Я считаю, что немногие догадаются, что эта игрушка именно связана. Ну, из тех, кто не имеет отношения к лязанию. Мне кажется, он уже вот максимально похож на классического Тедика. Единственное, что я ему не сделала хвостик. Он у него еще появится, потому что я изначально планировала, что у него будут обычные штанишки на лямках вот такие вот. И в этих штанишках хвостик, конечно же, не жил. Но сейчас, когда я уже связала ему свитер, я хочу ему сделать хвостик. Я не знаю, может быть, это слишком мало для него одежды. Может быть, вы мне подскажете в комментариях, как еще можно его одеть. Может быть, ему шапочку сделать такого же цвета или еще что-то. Но, честно, я хочу, чтобы максимально было видно, что этот Миша пушистенький. И у одного Мишку. Но это не Мишка, это Мишка Куала. Его я связала еще вот между овечкой и этим товарищем. Тоже опираясь на мастер-класс с Марины Калмаковой. То есть там тельце, ручки, ножки, головка, уши и мордочку. Как бы сделала сама. Вот это у меня как раз-таки девочка, потому что у нее есть реснички. Я не знаю, насколько мне нравятся ресницы на животных. Но если вот совсем вот так вот ненавязчиво, то нравится. Мне не очень нравится, когда каким-нибудь зайчиком или мишком лепят ресницы по всему периметру их глаза. Ну, на вкус и цвет, не знаю, честно. Так, это у меня девочка. Имени у нее нет. Я их не часто называю. Она тоже вот в таком ромпере. У нее тоже две застежки. То есть, внимание к деталям стараюсь проявлять высокое. Вот. Поэтому вот такая вот у меня еще девчуля есть. Что я делаю сейчас? Сейчас я пытаюсь победить пряжу, которая называется Ярнард Минк. Очень сложная пряжа, в которой просто ничего не понятно. Вот. Очень сложная пряжа. Как ее вязать, я еще не разобралась. Могу показать, что у меня сейчас есть. Вот сама пряжа. Очень мягкая такая. Очень фактурная. Из нее действительно могут быть очень классные игрушки. Ну и вот странное нечто, что я вяжу. Вот, посмотрите, здесь совершенно не видно ни одной петельки. И как вязать это я еще пока не поняла. Но у меня вот пока готовы ноги медведя. Вот. Посмотрим, посмотрим. Но это довольно-таки нервное мероприятие вязать из этой пряжи. Не знаю. Я вообще хочу сказать, что для меня, что связать игрушку, даже вот этого маленького бычка, что связать какое-то большое изделие, типа там интерьерной корзины или ковра, вот один и тот же расход энергии. Поэтому, знаете, вот не удивляйтесь те, кто не имеет отношения к вязанию, почему игрушки ручной работы стоят так дорого. Ну, потому что в него реально вложены усилия. Может быть, по себестоимости как раз-таки это будет не так дорого. А по трудозатратам это просто, не знаю, это просто огромный титанический труд. Вот, что у меня еще в планах. Вот у меня есть заготовочка такая. Вот, вы видите, здесь торчит шплинт, благодаря которому головка медвежонка вертится. Вот я хочу вам как раз сравнительный анализ сделать. Одна и та же пряжа, но вот этот Миша вязан вторым крючком, а вот этот 1,25 крючок. Посмотрите, какая колоссальная разница. Это при том, что я как бы, я не задумываясь о большом каком-то натяжении, о какой-то тугости вязания, вязала. Просто вязала и вязала. И в итоге получился совершенно вот как будто из другой пряжи связанный медведь. Ну, еще будущий медведь, да. И как бы это оказалось ловушкой, потому что для этого медведя я задумала, что он будет девочкой. И связала ему вот такие вот вещички. Это чепчик. Вот, он такой миленький, дырчатый, очень трогательный. Вот, и вот это платье. Оно еще не совсем закончено, его еще нужно сшивать. Но оно тоже такое классненькое. Здесь видите, такие пупырышки милые. Вот с этой стороны все аккуратненько, все красиво. Это я вязала из австралийского мериноса, стопроцентного, по-моему. Так я не помню. Это у меня Ализе Лана Голд. И шарики у меня из Ярнарт связанные, который был просто, он состоит из четырех ниточек. И я отделяла все эти четыре ниточки, из них вязала эти шарики. В чем ловушка оказалась? В том, что я думаю, что я, если буду вязать из этой же пряжи, у меня получится примерно такой же толстенький медвежонок. Ну, как вы понимаете. Вот, и я связала это платье на вот этого, то есть на размеры этого мишки. Теперь мне придется, ну, как бы, этого мишку под какие-то другие цели отдать и связать мишку вторым крючком. А, возможно, связать и вообще что-то совсем другое. Но это в любом случае будет смотреться очень миленько. Вот такой ниш. Здесь ушки мы просунем через дырочки и будет красота. Ну, конечно, этому мальчику не пристало носить женские наряды, поэтому этот наряд будет ждать своей хозяйке до тех пор, пока она не родится. Вот, в принципе, вот это вот мои планы. Это связать вот этого мальчика, связать хозяйку вот этой одежды и победить вот этот проект. Все, вот это все, что меня сейчас увлекло за это все время и то, на что я готова сейчас тратить свои силы. За исключением мастер-классов. Мастер-классы никуда не деваются, они бесплатные, они в свободном доступе. Ничего не нужно делать для того, чтобы ими воспользоваться. Просто, ну, просьба подписаться на мой канал. И оставлять как можно больше обратной связи. То есть, будут это лайки, будут это какие-то комментарии, вопросы в этих комментариях, еще что-то. Я буду просто счастлива и благодарна. Вот, в принципе, это все, чем я хотела поделиться. Я не знаю, насколько вам понравился этот формат сейчас. Если понравился, буду рада вашим откликам. Если не понравился, напишите, почему. Но в любом случае, я считаю, что я все-таки хочу разнообразить свой блог. И я хочу с вами делиться своими визуальными достижениями. Жду вашу обратную связь в своих комментариях. Всем спасибо за то, что посмотрели до конца. Пока!